Итак, здравствуйте, моя семья! И здравствуйте, моя интернет-семья! Не могу не ответить на такие письма, которые получила. Несколько писем. Причем такие письма, что волосы дыбом становятся. Первое письмо прям на личку пришло, и там мужчина или женщина, я не знаю, но я так поняла, что это мужчина, потому что она, или он, сбросили мне ссылочку, а там мужчина говорит в видео. Говорит глупые вещи. Я не хочу называть этого человека и рекламировать его, потому что это не нужно совсем. Говорит абсолютно глупые вещи. Вот ГНМ мне написал. И, кстати, он завел всех в тупик. Я думаю, что он проплаченный. Мало того, он еще и, знаете, такую подоплеку ввел. Он там еще и разжигает межнациональную рознь. Поэтому я не советую смотреть это видео. Как бы под шумок о том, что происходит, он пытается как бы выдать ерунду всякую, насторожить людей, повернуть в такое русло, сейчас это многие делают, что, вы знаете, фармацевтические компании сейчас, наверное, договорились с содовой компанией. Да нет, ребята, содовая компания к себе на дух не подпустит никого сейчас, потому что идет спрос, идет спрос. Они что, дураки уничтожать свою продукцию? Я получила массу вопросов, и я обязана на них ответить по соде. Она, эта информация, которая сейчас проходит по всему интернету, насторожила людей. Я не хочу, чтобы она настораживала мою семью или мою интернет-семью, потому что я люблю во всем копаться. Я очень люблю мыслить, я люблю доходить до такой точки, до истины, раскопать все. И я это сделала. Сейчас я разнесу эту теорию в пух и прах. Вот Гаяне пишет мне, Катя, уточните, пожалуйста, уточните, какую соду вы пьете? С 2014 года изменился ГОСТ. Теперь пищевая сода – это не двууглекислый натрий, который полезен, а гидрокарбонат натрия Е500. Видимо, фарм, компании и тут химичат, чтобы людям навредить. Где взять настоящую советскую соду? Дорогая моя Гаяне, никакой советской соды не существует. Существует сода, которая называется, как вы говорите, написали, двууглекислый натрий, который полезный, и который называется гидрокарбонат натрия. Между ними равно. Значит, смотрите, двууглекислый натрий, допустим, это Екатерина, а гидрокарбонат натрия – это Екатерина. Это одно и то же. Или, вы можете так представить, гидрокарбонат натрия – это Катрин, а двууглекислый натрий – это Катя. Это одно и то же. От этого я не изменюсь. Видимо, фарм, компании и тут химичат. Нет Гаяне. Видимо, вас, фарм-компании, и тут смогли обмануть, в том плане, чтобы вы, ну, навредили себе. То есть не раскисляли свой организм, ко всему к этому относились. Так, вы знаете почему? Потому что люди сейчас начали заниматься своим здоровьем. Это большая проблема. Большая проблема. И они делают такие видео, значит, подкупают таких людей, как бы, которые заботятся о людях, и говорят, вот, посмотрите. Видите, какой гост был? А теперь видите, какой гост? Дорогие мои, мой муж занимается напрямую производством. Ну, не соды, конечно. И он говорит, что госты могут меняться в зависимости от принятых законов. Понимаете? От международных норм это никак не влияет на ту продукцию, которая производилась. Иногда и он сам не знает, что его гост изменился. Ему потом сообщают. Госты меняет не производитель. Госты меняет государство. Теперь, это первое. Второе. Видите, что написано? Гидрокарбонат натрия Е500 В скобочках, обратите внимание, теперь написано в скобочках, что написано? Две буквы Ай. То есть две английские буквы Ай. Или, как их ещё называют, И. Вот это вот Ай с точками. Давайте ещё раз вот так вот, чтобы было видно. Гидрокарбонат натрия Е500 в скобочках две буквы английские Ай. Или называется натрий двууглекислый. Формула одна и та же, дорогие мои. Что гидрокарбонат натрия, что натрий двууглекислый, это одно и то же. Углекислый. Углекислый. Гидрокарбонат. Вы знаете, что это углекислый. Вы знаете, что карбон это уголь. И уголь это уголь. Мы карбон углём называем, а уголь карбоном. Поэтому я думаю, что ГНЭ в школе химию не сильно хотела учить. Поэтому она не знает, что карбон и уголь это одинаковое. Теперь давайте следующее. Следующее. С названием мы объяснились. Всё равно, что Кэтрин или Екатерина. Да? Была Кэтрин, а потом стала Екатериной Великой. Такая была одна Кэтрин. Жила-была-была-была-жила в Германии, а потом стала женой и стала Екатериной. Поэтому, дорогие мои, здесь названия одинаковые. Теперь приходим на ГОСТ. Наберите в Ютуб, ой, наберите не в Ютуб, а в Гугле, ГОСТ 32 802 2014. Да? И вы найдёте документ. Я зашла на документ, там всё написано, 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 когда ГОСТы как менялись. Вот сырьё, продукты, пищевые. Это всё пищевые продукты, питьевые продукты, пищевые продукты. ГОСТы меняются периодически. С этим мы с вами разобрались. И производственник, мой муж, об этом мне рассказал, что это нормально. ГОСТы меняются, но никакого отношения это до того, какую продукцию вы как выпускали, так и выпускаете. Это вас не трогает, потому что меняются законы и ГОСТы меняются. Это ГОССТАНДАРТ, это совсем другая организация. Дальше. Дальше по поводу того, что ГНН написала. Посмотрите, как её обманули. Вот она пишет. Видите? Она пишет. Тут мне Е500. А Е500 – это не гидрокарбонат натрия, это не сода. Е500 много есть. Их несколько Е500. Но только продолжение следует. Давайте дальше посмотрим. Вот. Итак, дошли. Дошла. Я читала, читала, читала этот документ. Я вам вот покажу ссылочку. Вот он, этот документ. Видите? ДОК – это значит документ. Вы можете посмотреть сюда на документ. и зайти на этот документ и покопаться в нём. Я в нём уже покопалась. Как я и говорила, что я дошла до этого документа для того, чтобы развеять все мифы, которые нам не нужны. И дошла до пункта третьего. Классификация. Это всё равно, что когда, знаете, показывают людям пожилым какой-то документ. Говорят, подпишите, и за вами будут ухаживать. Они подписывают, и к ним приходят, забирают квартиру. Вот примерно точно так же. Услышал звон, не знает, где он. И по интернету, по Ютубу сейчас пошло, 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 что это не то, что не пейте соду, что вот, видите, наверное, и туда они добрались, так что не пейте соду. Вот вы понимаете, да, к чему это ведёт, и кто это делает. Я как пила соду, так и буду пить. А теперь я хочу вас просветить немножко, дорогие мои. Пищевые карбонаты натрия, Е500, подразделяют, я цитирую документ, ещё раз говорю, пищевые карбонаты натрия, их несколько, Гаяне, пищевые карбонаты натрия, их несколько, Е500, их подразделяют на Е500, это с одной точкой буква И, ну, буква Ай, да, скажем, по латыни И, по английски Ай, с одной буквы Ай, это карбонаты натрия, безводный, моногидрат и декогидрат, они отношения к нам не имеют никакого, к нашей соде. Дальше пошли. Е500 и смотрим две буквы Ай. Вот они, две буквы Ай. Вот это то, что нам надо. Это гидрокарбонат натрия. Так, дальше смотрим. А то, что сказала Гаяне, это просто карбонат натрия, Е500. А то, что добавили одну букву, Е500 Ай, это уже карбонат натрия безводный, а добавили две буквы Ай, это уже гидрокарбонат натрия. Я думаю, сейчас и вы разберётесь, да? И вообще-то интересно разбираться во всём. Дальше идём ниже. Мы видим Е500. Три буквы Ай. Это смесь солей карбоната натрия и гидрокарбоната натрия. Нам это тоже не подходит. Итак, обозначение наименования, это химические названия, формулы и молекулярные массы пищевых карбонатов натрия приведены в таблице 1. И здесь пошли. Нам нужно вот, что такое Е500 с двумя точками Ай. Точно так, как у нас вот тут написано. Вот. На коробочке на нашей. Что это означает? Давайте посмотрим. И мы видим, что это означает, что это гидрокарбонат натрия, это то же самое, что натрий углекислый кислый, натрий бикарбонат ещё его называют. Формула одна и та же у них. Натрий, HCO3 и молекулярная масса дальше идёт. Всё. Формула не изменилась. Ничего не добавили, ничего нового нет. Смесь – это вот, если у вас будет написано Е500 и три точки Ай, здесь уже смесь. Так что вас опять обманывают такие подкупленные люди, которым заплатили, чтобы они сделали видео и рассказали вам сказку про то, что соду – это не сода, и гост другой, и не употребляйте, не покупайте и так далее. Я развеяла этот миф. Если вы хотите ещё уточнить, ну хорошо. Давайте ещё раз. Гидрокарбонат натрия, две точки Ай. Это то же самое, что натрий углекислый кислый. Или ещё называют натрий бикарбонат. Вот формула натрий, HCO3. И вот молекулярная масса. А теперь давайте зайдём на Google. наберём гидрокарбонат натрия. Набрали? Я подожду. Набрали. Вместе. Хорошо. Теперь вам выйдет вот такое вот. Давайте почитаем, что же это такое. А вот тут написано, что гидрокарбонат натрия, натрии, хайдрокарбонас. Смотрим. Формула. Натрий, HCO3. Другие имеют ещё название. Питьевая сода, то есть Катя. Пищевая сода, то есть Катрин. Бикарбонат натрия, то есть Екатерина. Натрий двууглекислый, то есть Кейт. Представляете, сколько у меня названий? Ну, от этого я не изменилась, правда же? Кислая соль угольной кислоты, это в простонародье называют. И натрия, вот так называют в простонародье. Кислая соль угольной кислоты и натрия. Ну, очень понятно, правда? Взяли угольную кислоту, ну, вы, кто учил химию в школе, вы же знаете, что карбонат, уголь, карбон, уголь. И натрий, ну, натрий, на, на, получилось на HCO3. А гидр, это вода. Вот, вот, пожалуйста, натрий, вода и карбонат CO3. Всё, ничего лишнего нет. Ничего здесь лишнего нет. Вот ваша сода. Гидрокарбонат натрия, Е500 и в скобочках 2, ай, с точкой. Я надеюсь, что я подробно, подробно вам рассказала. И теперь, ребята, пусть вас никто, никогда не вводит в заблуждение. Всегда во всём разбирайтесь. Поэтому я развеяла этот миф, что, ой, этот ГОСТ, не тот ГОСТ, нас обманывают. Обманывают нас именно те, кто решил обновлённый ГОСТ выдать за то, чтобы, о, вот теперь мы им расскажем. Теперь уж они точно не будут раскислять свой организм. А уж содовым компаниям, мне кажется, ну, совсем невыгодно, вообще невыгодно менять формулу, потому что, как только они заменят формулу, они обязаны заменить название, они обязаны убрать Е500 с двумя точками Ай на, ну, на какую-нибудь там другую, да? Например, на Е500 с тремя точками Ай. Тогда это будет какая-то смесь. И вообще всё производство менять. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. И, прежде чем вестись на какую-то очередную утку с заброшенную компанией, мы знаем какой, для того, чтобы мы продолжали травить себя и не раскислять свой организм, то вот так вот получается. Ещё на несколько сразу вопросов отвечу. Меня спрашивали, беременным можно? Нет, беременным нельзя. Нельзя беременным. Детям тоже нельзя. Потому что профессор Неумывакин в своей книге говорит, что в 20 лет я не знаю человека, у которого бы не был закислен организм. Это я дословно говорю. Поэтому я так поняла, что с 20 лет, наверное. Хотя я своему сыну периодически даю. Теперь с гастритами, со страшными своими заболеваниями, у вас, девочки, у мальчики, у вас есть своя абсолютно чёткая диета. Если вы будете её соблюдать, у вас будет всё хорошо. Поэтому я сразу отвечаю, я не знаю, как больным людям принимать. Я принимаю, раскисляю свой организм, чтобы не быть больной. Будьте благословенны вы и ваши близкие. И ещё у меня вопрос был такой. Как часто? Я раз в два месяца, допустим, неделю одну раскисляю. Но это тот последний раз, это два месяца. И в два месяца я семь дней раскисляла свой организм. Я пила соду неделю. Натощак. Только натощак. И только гашёную кипятком. Как пить соду, у меня есть видео. Будьте благословенны вы и ваши близкие. А я вас всех люблю. И пусть Бог даёт вам здоровье в изобилии и в преизобилии. Субтитры создавал DimaTorzok